Добрый день дорогие друзья, с вами Татьяна Конкина и сегодня я хотела поговорить с вами о новой книге, представить вам новую книгу, которую я думаю, что абсолютно и должна быть интересна каждому, каждый должен ее прочесть. Автор книги Роберт Шарма и книга называется «The monk who sold his Ferrari», то есть монах, который продал свои Феррари. Книга уже исполняется в этом году 10 лет, она была выпущена 10 лет назад, как очень-очень маленькое издание, написанное только для своих друзей, и книга разошлась между друзьями, потом стала просто, сейчас стала настолько популярной, люди передавали ее от одного к другому, и на сегодняшний день это феноменальная номер один, мировой бестселлер, то есть эта книга была продана больше, чем любые другие книги в мире, одна из книг, которая была продана больше, это замечательная история, как можно следовать своей мечте, как можно построить счастливую, процветающую жизнь. Великолепная книга, еще раз, те, кто ее, наверное, читали 10 лет назад, замечательная, надеюсь, что это много вам дало, и вы этим пользуетесь, а те, кто нет, обязательно купите, обязательно прочтите, даже не могу переоценить ее значение. Поначалу она окажется очень простенькой, даже не совсем правдивой, это об адвокате, который имел одну из самых влиятельных практик в Нью-Йорке, очень-очень богатый человек, у него был свой Феррари, был огромный офис, он выиграл почти все криминальные дела, человек мог войти в суд убийцей своей жены перед глазами своих детей, и выйти оттуда невиновным. Настолько был замечательный этот адвокат Джулиан, и в конце концов, однажды с ним случился инфаркт, после этого он уехал на Тибет, и вот то, что он изучил, то, что он выучил там, философия тибетских монахов, описывается в этой книге, может быть, это, конечно, он не был на Тибете, я не знаю, это художественное произведение, но настолько замечательно это все показано, те вещи, которые, может быть, мы знаем, которые мы уже говорили, но здесь это так наглядно все проиллюстрировано, как, например, конечно, он говорит очень много, в первую очередь, о важности позитивного мышления, о том, как негативные мысли разрушают наше здоровье и наш мозг, как это очень серьезно влияет на нас. Монахи даже, когда их посещает такая негативная мысль, идут очень далеко к водопаду, холодной воды, стоят под этим ледяным водопадом, до тех пор, пока они не избавятся от этой одной негативной мысли. Поэтому Роберт Шарма рекомендует нам, конечно, в первую очередь начать думать, замечать, ловить негативные мысли и избавляться от них. Сам он является одним из ведущих лидеров по персональному тренингу успеха жизни людей в мире. То есть он написал 8 книг, это одна из его книг, то есть он очень известный специалист в этом вопросе. Вот, как, например, он сравнивает наш мозг, который, как он говорит, наверное, самое главное, что у нас есть, нет ничего важнее нашего мозга, потому что это единственное, чем мы можем управлять. Это единственное, что действительно подвластно нам и действительно принесет огромную разницу в нашу жизнь, если мы научимся правильно управлять нашим мозгом. Он сравнивает его с замечательным садом, в котором растут великолепные розы, ассоциируя это с мыслями, с великолепными. И он говорит так, что мы должны защищать наш мозг, как защищать великолепный сад. Там должен стоять сторож на входе в этот великолепный сад, чтобы в этом саду не прорастали сорняки, которые в итоге разрушают, уничтожают, как мы знаем, любой сад. Вот великолепное сравнение нашего мозга с этим садом. Ну и, конечно, он очень-очень интересно еще рассказывает о том, что такое фокус, потому что мы великолепно знаем о том, что мы не можем ничего сделать в жизни, если мы не сфокусируемся. Если мы не приложим к этому не только усилия, но если мы проблему, которую нам нужно решить, будем относиться с определенным фокусом, он сравнивает это с увеличительным стеклом, которое помогает зажить костер. Мы можем иметь бумагу, мы можем иметь, где-то в лесу оказавшись, мы можем иметь дрова, но мы никогда не сможем зажечь огонь без спичек так легко, как с увеличительным стеклом, которое поймает солнышко, и очень легко зажжет наш костер необходимую энергию, которая нужна нам. Замечательная-замечательная книга, очень-очень рекомендую всем ее почитать, кто ее еще не читал или кому сейчас нечего читать, получите огромное удовольствие, принесет большую разницу в вашу жизнь. Роберт Шарма говорит о том, что, известное выражение о том, что наш мозг плохой хозяин, но очень хороший слуга, и мы должны научить его служить нам. Он приводит такой один из экспериментов, как научить это. Это взять розу и на протяжении времени, сначала 5 минут в день, как вы сможете, максимально, насколько вы сможете, смотреть внимательно на эту розу и думать только о ней, какая она красивая, как она хорошо пахнет, и так научиться концентрироваться и тренировать свой мозг. Он говорит о том, что мозг так же точно, как и мышцы, можно взять, если вы тренируете свои мышцы, то они у вас есть, если их не тренируете, они нет. Мозг точно так же, как и мышцу, можно научить, натренировать, и она будет покоряться, наш мозг будет нам покоряться, и мы будем делать то, что мы хотим в этой жизни. Очень-очень важно, конечно. О счастье он говорит так. Что такое счастье, он считает? Найдите то, что вы любите больше всего, и делайте это. И набрайте всю свою энергию на это. Но не делайте это для себя. Если вы начнете делать это только для себя, вы никогда от этого не получите удовлетворения. Делайте это для других. Приносите пользу другим людям. В этом он видит счастье человека. Ну и, как мы уже говорили много-много раз, что нет ошибок, есть уроки. Каждая ошибка, с которой вы сталкиваетесь, должна приносить вам знания, уроки, и вы должны ее использовать для того, чтобы больше этого не повторилось. Много-много-много всего интересного в этой книге. Может быть, я еще вернусь с разговорами об этом. Но сейчас весна. Я знаю, что очень многие люди устали после длинной зимы, и там холодные страны. Наверное, у них немножко такая еще только начало. Начало хорошего настроения летом. Поэтому избавляйтесь от негативных мыслей. Гоните от себя негативных людей как чуму, как проказу. Будьте их точно так же. Держитесь от них подальше. Думайте только о хорошем. Заменяйте, научитесь заменять свои плохие мысли на хорошие. Потому что мы то, что мы думаем. Люди отличаются от животных тем, что они могут управлять своими мыслями. И это делает людей людьми. Ловите свои плохие мысли. Заменяйте их на хорошие. Всего вам самого-самого хорошего. Замечательных вам выходных. С вами была Татьяна Конкина. Увидимся еще раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова